Дорогие друзья, вас всех сердечно приветствую. Сегодня молодежное собрание, и все проповеди наши, они будут немного схожи. И я буду говорить на такую тему, как нам приобрести сердце мудрое. За основу своих рассуждений я взял стих, который записан в Салуме 89, 12 стихом. «Научи нас так, счастливы одни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Вообще жизнь человека сравнивается либо с морем, либо с пустыней. С пустыней сравнивается почему? Потому что в море всегда волны, море никогда не стоит на месте, море всегда в движении. Так же и жизнь человека всегда проходит в движении. Почему с пустыней? Потому что человек, если он один, он находится в пустыне, он не видит никаких ориентиров. Он не видит никаких дорог в пустыне, нет никаких даже тропочек. И если он посмотрит налево, посмотрит направо, он везде видит одну долину, одни пески. И что схожее между морем и пустыней? Что в них нет ориентиров. То есть если корабль далеко в море, он ничего вокруг себя не видит. Так же и в пустыне. Если человек далеко в пустыне, вокруг пустыни нет ориентиров. Так же и жизнь наша. Человек, он не может предугадать, что будет завтра. Он не знает, что будет через год. Да даже через час человек тоже не знает, что будет. И это наше неизвестное будущее. И самое страшное, человек не знает, когда будет его конец. Когда закончится здесь его жизнь на земле. Представим себе такую ситуацию, что если убрать все указатели, все вывески, номера домов, названия улиц и городов, и плюс ко всему сделать к этому тьму, то человек, он не сможет, даже зная дороги до своего дома, он не сможет добраться. Из пункта А, если он проложит дорогу в навигаторе, он не сможет пройти, потому что не будет света, он не будет ничего видеть. Так же и жизнь человека без Бога. Жизнь человека без Бога бесцельна. Он не видит свет, впереди него идущий. И каждый человек нуждается в таком путеводителе. Люди часто говорят, жизнь случайна, если бы мои папа и мама не женились бы, я бы не родился. И говорят так, что жизнь одна, и я хочу ее прожить так, что я возьму от нее все, все, что можно и что нельзя. И Священное Писание говорит поперек этого и отвечает на эти слова так. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушай сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». То есть мы видим, что как бы человек ни жил, какие дела бы он ни делал, он все равно предстанет пред Богом на суд. И есть еще один стих, который, когда христиане, когда люди неверующие, они слышат его, то их просто пронизывают насквозь. То есть у них открываются глаза. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд. И хотим мы того или нет, но всякое дело Бог придет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». И все-таки людей интересует такой вопрос. «А смысл моей жизни здесь, на земле?» И на этот вопрос отвечает Библия. Отвечает так, что цель человека на земле – это стать чадом Божьим. И эти слова подкрепляются стихом из Священного Писания, который записан Иоанна 1 глава 2 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». То есть мы видим, что цель человека здесь, на земле – прожить так, чтобы стать чадом Божьим. И знаете, все отцы, у которых есть дети, они хотят, чтобы в их детях, в сыновьях и вечерях отразились их черты характера или лица, их качества. И так же Бог, Он, восхотев отразиться, Он создал нас, людей, по образу Своему и подобию. И вопрос – все ли люди, которые созданы по образу и подобию Божьему, все ли являются Его детьми? Конечно же, нет. Почему? Потому что мы от рождения имеем врожденную греховную плоть. И поэтому не каждый может быть чадом Божьим. Но появились все люди для того, для одной цели, чтобы стать детьми Божьими. Только один Иисус Христос дал единственный правильный взгляд на очень короткую жизнь человека на земле. Он ясно показал, что наша жизнь, она начинается с колыбели и заканчивается могилой. А все, что между этими двумя, между колыбелью и могилой – это труд, это чаще всего болезни, какие-то невзгоды, потери и страдания. И наша жизнь, она очень-очень быстротечна. И в Библии приводятся примеры, которые сравниваются с жизнью. Такие примеры, как трава. Трава, сейчас весна наступает, и даже в некоторых местах уже появляется трава. И она радует взгляд. И когда, например, утром в горах трава цветет, на ней появляется роса, это все очень красиво блестит. Но когда приходит осень, трава вся, она замерзает, она увядает и теряет цвет. Так же и жизнь человека быстро проходит. Дальше идет такой пример – лилии. Цветы, которые, они очень красивые, они имеют очень красивый вид, но так или иначе, рано или поздно, они вянут. Их цвет блекнет. Так же жизнь человека, как ими, сравнивается с паром. Пар, который появляется на несколько секунд, и через несколько секунд он пропадает. То есть зимой мы выпустили пар, и через пару секунд его уже нет. Так и жизнь человека проходит очень-очень быстро. И еще в Библии последнее сравнение – это звук. Вот сейчас даже я говорю, он сейчас есть, а через пару мгновений его нет, и даже его эхо пропадает. Так и жизнь человека очень-очень быстрая. И Библия говорит так, мы теряем лета наши, как звук. Человек всегда готовится начинать жить. То есть взять студента, например, он получает образование, он думает, сейчас вот получу образование, устроюсь на работу, и вот-вот заживу хорошо, у меня будут деньги, и все будет хорошо. После чего он видит, что деньги есть, он говорит, вот автомобиль куплю, и все будет хорошо. И даже с автомобилем потом проблемы, и своя суета. Далее у человека есть уже и образование, работа, автомобиль, он хочет семью. Все у него благословенно, есть семья. Я думаю, сейчас семью создам, жена у меня будет, и все прекрасно будет. Но и даже в семье своя суета. И после чего рождаются дети, и там уже нужен дом, и все вроде нужно, и ко всему человек готовится, и жизнь проходит вся в суете. И жизнь проходит только в приготовлении к ней. Наша жизнь пролетает как миг, и этот миг очень ценен, и мы дадим за него отчет. Все мы знаем притчу о зарытом таланте. Господин, когда уезжал, на некоторое время он дал с ним рабам талант, и одному из них он дал один талант. И по возвращении господина, этот раб принес свой талант и сказал, «Вот тебе твое». На что господин ему ответил, «Лукавый раб и ленивый». Прошу заметить, что раб был, он не был вором, он не украл талант, он его принес обратно, отдал ему. Он не был убийцей, он никого не убил за то время, и он не был беззаконником. Он не нарушил закон, пока не было господина. Но все-таки приехал господин и сказал ему, «Раб лукавый и ленивый». И все это из-за того, всего лишь почему, потому что он не использовал свой талант, который дал ему господин. И мы в жизни имеем тоже свои таланты. Мы имеем таланты, как жизнь. Это самый большой талант, который имеем. Мы имеем время, мы имеем положение, мы имеем средства, и мы имеем здоровье. И в нашей жизни очень-очень много талантов. И за каждый талант мы дадим отчет перед Богом. Использовали мы его или потеряли. Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько времени мы тратим на учебу, на работу, на ожидания в каких-то очередях или пробках, когда мы ожидаем кого-либо или чего-либо, когда мы ходим за покупками, когда мы разговариваем по телефону, сколько уходит на это времени или прочие разговоры. И очень много времени тратим на сон. И знаете, даже несмотря на все технологии, которые сейчас у человека есть, на все те техники, которые есть современные у человека, которые прощают им жизнь, нам все равно катастрофически не хватает времени. И парадокс в том, что даже при дефиците времени у нас остаются малые крохи времени, которые мы просто убиваем. И да, именно мы их убиваем, потому что любую минуту, которая у нас свободная, появляется, мы берем тот же телефон и используем его в своих целях. И что самое страшное, что мы это время не прожили, как мы подумали, а мы его потеряли, и причем теряли навсегда. В Псалме 89 говорится так, мы теряем лета наши, как звук. Поэтому мы нуждаемся, чтобы Бог научил нас счислять огни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, чтобы, теряя временное, мы приобретали вечное, а вечное – это сердце мудрое. И Слово Божие говорит так, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак неразумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы». Лукавый – это значит обманчивый, это значит ненадежный, это значит переменчивый. А в другом месте Священное Писание в первой главе первого апостола, первого послания апостола Петра записаны такие слова, «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время страстования вашего». И с каким страхом здесь написано? Со страхом Божиим. В притчах Соломона есть такие слова «Начало мудрости, страх Господень». И вот именно только именно этот страх есть единственное истинное основание такого счисленных дней. И знаете, Бог, сам Бог учит нас через Библию, и это мы можем прочитать. И я прочитаю текст из притчи второй главы. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Когда мудрость вводит в сердце твое и знание будет приятное душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого». И в заключение своей проповеди я бы хотел призвать всех вас к тому, чтобы мы могли исчислять наши дни так, чтобы нам приобретать сердце мудрое. Аминь. Аминь.